Сегодня у нас очередное заседание. Вы знаете, что одним из главных вопросов будет отчет СБ об основах денежно-кредитной политики на 22-24 годы. И чуть позже Вадим Валентинович вам об этом расскажет. Но мы в принципе считаем, что проводимая бюджетная кредитно-денежная политика на данном этапе прямо противоречит интересам России. Почему? Потому что если вы посмотрите ЕЦБ, ФРС, Народный банк Китая и большинство центральных банков стран 20-ки, они в принципе продолжают проводить мягкую кредитно-денежную политику и не трогают свои процентные ставки. Что позволяет им как бы и в законе, кстати, об этих учреждениях написано, что первая задача поддерживать рост экономики. У нас, к сожалению, в законе о банке России этого нет. Вторая задача, вы видите, что они проводят политику или реализуют программы по поддержке собственных производственных мощностей, поддержке доходов населения. И они тратят на это очень большие деньги и еврозона, и Китай, и Америка, и другие страны. В нашей ситуации, вы видите, четвертый раз идет политика увеличения процентных ставок, и сегодня ключевая ставка в нарушении научно обоснованных нобелевскими лауреатами положения о том, что процентная ставка не может быть выше половины рентабельности, она сегодня сравнялась с средней рентабельностью по России. Ну и, конечно же, монетизация экономики. В странах 20-ки монетизация экономика от 2 до 6 раз больше, чем в Российской Федерации. Понимаете? Большей части стран 20-ки меньше, чем в 2 раза нет ни в одной. А эта ситуация, она тоже же, отсутствие денег и у банковской сферы, понимаете? Потому что деньги эти банки получают тоже под проценты, понимаете? Ну и третье, это отсутствие реальных ограничений для обогащения руководства 15 банков, крупнейших, которые контролируют 90% денежных, кредитно-денежной массы, понимаете? Потому что, ну, в любой стране эти вопросы, в общем-то, контролируются. А в нашей ситуации получается, что, в принципе, банки, по большому счету, имеют прибыль устойчивую четвертый год подряд. Причем в этом году она будет почти в 2 раза выше, чем в прошлом, чего не было до этого. Раньше там на 100 миллиардов, на 150 она прибавлялась. В этом году в 2 раза. Причем такой институт сегодня непонятный, как экосистема СБЕР, получая бесплатные деньги, имея возможности контролировать большую часть потоков государственных, понимаете? Тем не менее, несмотря на то, что контрольный пакет акций у правительства, она функционирует не как банк, но дивиденды получает как банк, понимаете? Это нас тоже тревожит, и мы как бы думаем сейчас над законами, как эти вопросы предусмотреть. В повестке дня сегодня 76 вопросов. Мы уверены, что они, с учетом того, что Центробанк будет, или ДКП будет рассматриваться минимум 2 часа, несмотря на 2 вопроса, которые оставили, и 3 доклада. Я думаю, что будет рассмотрено максимум 20-25 вопросов. Сегодня мы выскажем свою позицию по денежно-кредитной политике. Фракция представит свое мнение. Мы действительно считаем, что сегодня Центробанк мог бы задействовать гораздо более широкий круг инструментов для поддержки экономики. Сегодня он, так сказать, занимается фактически регулированием инфляции только процентной ставкой, ключевой ставкой. Нам кажется, что это непозволительно недостаточно. Любой Центробанк в мире имеет массу инструментов, которые должны в кризисных ситуациях задействоваться. Мы настаиваем на том, что такими инструментами могли бы быть валютная политика, которая у нас фактически отсутствует в стране. И это непонятно. Если есть валюта национальная, то должна быть политика по отношению к другим валютам. У нас ее нет. Центробанк от нее отказался, от этой политики. Мы сегодня подробно об этом расскажем во время выступления. И второе, были очень хорошие инструменты финансовые, которые центральный банк использовал в период пандемии, начала пандемии. Это смягчение по резервированию, что давало возможность банкам лучше, удобнее, быстрее кредитовать экономику. Это послабление по целому ряду отраслей, которые, так сказать, давали возможность дать деньги, которых так остро не хватало. Почему-то все посчитали, что все кончилось. А пандемия у нас не кончилась. У нас сегодня пик пандемии. И почему мы в 2020 году посчитали возможным все это свернуть, фракции тоже непонятно. Мы сегодня будем тоже об этом говорить. Итак, мы считаем, что необходимо задействовать все инструменты. Сегодня будет проведен плотный анализ. Ну и, конечно, у нас есть готовые свои предложения, которые мы озвучим. И на которых мы будем настаивать. В рамках вчера заседания комитета прошла встреча с руководителем Роспотребнадзора, с Поповой Анной Юрьевной. На этой встрече, наконец-то, принято решение, точнее, озвучено решение правительства о введении обязательного тестирования для всех граждан с признаками респираторной инфекции. Я напомню, что с этим предложением мы выходили трижды, наша фракция. И если бы оно было реализовано год назад, когда это было первое предложение, в России было бы спасено не одна тысяча жизней. Но, к большому сожалению, такое решение принято только сейчас. И соответствующее решение правительства будет опубликовано в ближайшее время. Второй вопрос, который мы предлагали, который обсуждали, это вопрос возможности выдачи сертификата и, соответственно, QR-кода тем гражданам, которые имеют антитела, которые не попали в официальную статистику, переболели бессимптомно, либо не обращались за медицинской помощью. В настоящий момент, судя по ответу Анны Юрьевны, данный вопрос находится на рассмотрении правительства и близок все-таки к решению. На наш взгляд, это будет правильно и справедливо, потому что число повторно заразившихся, ранее переболевших коронавирусной инфекцией составляет всего 0,3%. По данным статистики Российской Федерации вчера озвучены. В то время как число лиц, которые заражаются после вакцинации, сегодня представляет около 3,5%. Это по спутнику ВИ, данные последние за последнее время. Иными словами, та система, которую сегодня пытается правительство внедрить, внеся в Думу два законопроекта по QR-кодам, она не повлияет реально на ход эпидемии. По одной простой причине. Вакцинация дает иммунитет через 40 дней, и вы прекрасно понимаете, что на эту волну он уже не повлияет. Ну и второй момент. Фактически те цели, которые сегодня преследуются законопроектом, они направлены на ограничение участия публичных мероприятий и передвижение невакцинированных граждан, грубо ограничивая их права. Это противоречит Конституции Российской Федерации, потому что подобные действия, возможно, на очень короткий срок по типу локдауна, должны четко регламентироваться законодательством, ну и, естественно, отменяться и вводиться исключительно по объективным причинам. Ничего этого во внесенных законопроектах нет. Эти законопроекты ушли сегодня на обсуждение в регионы. Фракция со своей стороны в ближайшее время проведет круглый стол по этому вопросу, и эти мнения, в том числе и поступившие с регионов, мы озвучим, естественно, их обобщим, ну и выскажем абсолютно четкую, понятную профессиональную позицию, поскольку те меры, которые предлагают два внесенных законопроекта, это лишь затруднение жизни для невакцинированных граждан без какого-либо существенного влияния на распространение инфекции, на которую можно повлиять как раз массовым тестированием, реализацией нормальной политики выявления цепочек, восстановлением первичного звена, ну и, собственно, той убитой, разрозненной, уничтоженной первичной медицины, которую сегодня пытается восстановить та же команда, которая ее и разрушала. Спасибо. Ну, хотелось бы добавить, что у нас вчера генпрокуратурой внесено представление о лишении депутатской неприкосновенности депутата нашей фракции Рашкина Валерия Федоровича. Ну, многие ваши коллеги уже дали свои комментарии, но мы считаем, что, ну, в принципе, никакой необходимости в этой мере нет. Почему? Что-то полторы недели назад Валерий Федорович Рашкин письменно на депутатской красном бланке обратился в адрес Бастрикина с просьбой в любом месте, в любое время, предполагаемое любым следователем Следственного комитета или прокуратуры режиме, дать любые пояснения по совершенному факту, и, в принципе, он никуда не скрывается, никуда не склоняется. Он и сегодня с утра с 8.00 у себя в кабинете. Поэтому, с нашей точки, вот это внесение как раз прямо подтверждает о продолжающей травле лидеров Лево-Патриотечительского блока, которые четко синхронизируются, и, к сожалению, выступление Генерального прокуратура в Государственной Думе, который не ответил ни на один наш вопрос, и, в принципе, занял какую-то непонятную позицию в части выявленных преступлений во время избирательного процесса, говорит о том, что у нас сегодня очень слабый надзор за законодательством, и он чрезвычайно политизирован, что недопустимо и неизбежно будет способствовать росту напряженности в обществе, который провоцируется не нами, он провоцируется неправильной социально-экономической политикой правительства и денежно-кредитной политикой Центробанка. Потому что я вам уже говорил, мы вот с коллегами, анализируя все эти вопросы, выявили, оказывается, во всех правительствах двадцатки задача правительства – забота о росте доходов населения, а у нас бездефицитный бюджет, чувствуете разницу, да? С одной стороны, они проводят программы по увеличению доходов собственных граждан, а наши как раз минимизируют через, в общем-то, снижение денежной массы, повышение процентных ставок, и без того загнанного в нищету населения, восемь лет у которого падают доходы. У Центробанков какая задача у них? Первая задача – рост экономики. Вторая задача – это поддержание курса валюты. Даже международным финансовым аналитикам непонятно причина слабости рубля при наличии 14-триллионного фонда национального благосостояния и более чем 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Если Центробанки по закону, подчеркиваю, других стран имеют право вкладывать в собственную экономику, они это делают. У нас даже в законе это запрещено. Наши же в условиях дефицита финансовых ресурсов покупают ценные бумаги других правительств и государств. Фактически, вообще-то, стимулируют экономику других стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова